Добрый день, дорогие зрители! Давно не выпускал роликов, так как был сильно занят. Сегодня мы с вами увидим видео, как мы с моим другом Анатолием едем на озеро под Орлом ловить дафнию рачков для корма аквариумных рыб. Смотрите ролик до конца, будет интересно. Дафнии – это мелкие рачки. Размер тела взрослых особей от 0,6 до 6 мм. Они населяют все типы стоячих континентальных водоемов. Встречаются также во многих реках с медленным течением. В лужах, прудах и озерах часто имеют высокую численность и биомассу. Дафнии – типичные панктонные рачки, большую часть времени проводящие в толще воды. Различные виды населяют мелкие временные водоемы и озера. Они имеют всесветное распространение, включая Антарктиду, где в реликтовых соленых озерах была обнаружена также их разновидность. В начале 20 века преобладало мнение о космополитном распространении большинства видов. Однако впоследствии выяснилось, что фауны разных континентов сильно различаются. Некоторые виды, тем не менее, имеют очень широкие ареалы и распространены на нескольких материках. Наименьшее число видов характерно для экваториальных районов, где дафнии редки. Наиболее разнообразна фауна субтропиков и умеренных широт. В прудах и лужах средней полосы России часто встречаются несколько видов рачков дафния. В озерах умеренных зон Евразии другие виды. Основной пищей для дафнии служат бактерии и одноклеточные водоросли. Виды, которые переживают зиму в активном состоянии в глубоких непромерзающих водоемах, проводят ее в придонных слоях воды. При средней концентрации корма в воде взрослые дафнии различных видов фильтруют со скоростью от 1 до 10 мл в сутки воду вокруг, выбирая из нее корм. Суточное потребление пищи взрослой дафнии может достигать 600% от веса ее тела. Ловят дафнии с мая по осень. Чтобы не занести инфекцию, ловить лучше там, где не живет рыба и где экологически чисто. Для ловли дафнии понадобится сачок с размером ячеек в зависимости от нужного размера корма для рыб. Сачок погружают в воду и перемещают по форме лежащей восьмерки. Причем кривые проводят без нажима плавно, а пересекающиеся прямые с нажимом. При таком движении создается водоворот, который засасывает рачков в сачок. Перевозить рачков лучше на деревянных рамках с натянутой на них тканью, положив рачков на ткань. Рамку быстро опускают в воду и тут же вынимают, чтобы рачки распределились равноверным слоем, который не должен превышать 3 мм. Рамку обертывают влажной материей и перевозят домой. Можно перевозить в сосудах с водой, эмалированных стеклянных. Дома рачков калибруют, если это необходимо, и удалив погибших, хранят в прохладном и темном месте, можно в холодильнике. Сосуды с возможной большей поверхностью и небольшим слоем воды. Способы разведения. Сосуд из стекла или оргстекла, вода 20-24 градуса, слабая аэрация, не поднимающая грязь со дна, слабый свет не менее 14-16 часов в сутки, корм, пекарские дрожжи, вымороженные до коричневого цвета и разведенные в теплой воде с температурой не выше 35, из расчета 1-3 грамма на 1 литр воды в сосуде. Давать 2-3 раза в неделю. Оптимальная плотность рачков 150 штук литр. Ежедневно вылавливать одну треть молния. Расскажи, куда мы сейчас пойдем, что ловить? Ну а сейчас мы пойдем на пруд, будем ловить там дафню и все, что там будет. Посмотрим, что там будет. Что нам для этого надо взять? Нам нужен сачок и все. И емкость для воды, куда будем высыпать это все. Сачок обыкновенный, да, как для ловли бабочек? Да, ну это я делал самодельный сачок, он у меня лежит и шторки, и стулья, в общем-то. Да, и в общем будем ловить и посмотрим, что там есть сейчас. Я вот уже ловил, но я ловил в лужах. Могу показать, если я ловил, вот здесь вот у меня дафни. Вот они, сверху, возьми, они сверху бегают. Вот они, дафни там, бегают. Это я приносил из обычной лужи возле речки. Да, а мы сейчас на пруд пойдем. Тут тоже, наверное, дафни. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Вот приехали мы на пруд, да это я снять как мы идем к пруду Орловская область возле парк-отеля Мечта 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сачок такой сделан из шторы Складывается он А палку ты откуда взял для сачка? А это швабра была такая Швабра и тюль от шторы Вот сачок для ловли Кого мы ловим-то? Вся бы на калавратку Всякую, дафню Анатолий сейчас смотрит Если там что-то на ладонь Берет воду и смотрит Плавают в ней Мелочь вот эта, которую рыбу Можно кормить или нет Это у нас возле Пансионата Мечта Такой прут его спустили Был он видно вот здесь Какой вода доходила вон до деревьев Сейчас вот здесь совсем вообще Немножко воды осталось Это ты готовишь Чтоб туда их потом выпускать, да? Что-нибудь все равно должно быть Сейчас дай я помню Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok как она выглядит на грязи вот грязь вот это вот она всякая живность он берете вот вот это сама вот эта штучка на живая масса такая что называется у нас это да да и сейчас сюда вот в воду да я просто обмою сачок ну и потом а что с ней происходит когда там врастает она в мошек превращается или в кого дав нет она и ты и потом будешь с воды дома тоже отлавливать сачком поменьше и рыбам давать уже я ее вообще у меня я не делал а так обычно у меня стоит как обычно у меня в ванная я в ванне ее развожу мой не сказать что очень много но есть 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 вон весь сачок есть рыбки будут довольны уже скажу спасибо ну а дальше она сама не разводится уже в аквариуме она будет разводиться если поставить аквариум просто аквариум с водою а еще лучше с дождевую водою добавить эту давню в аквариум и по и кормить его пекарскими дрожжами дрожжи разводится в воде даются ели они кушают и разводится ты глубоко не заходишь на по поверхности до в основном глубина то тоже не особо вот полметра даже нету сегодня рыбкам уже есть развлекуха немного но рыбок можно порадовать я смотрел на видео другие ловит там чуть ли не по пол килограмма у чуть-чуть но уже радует уже можно будет побаловаться ну а ты сочетаешь давки сухим кормом да да и сухим кормом у меня мотыль замороженный потом у меня фарш еще сделал я из бычьего сердца но фарш сильно воду мутит я как бы как не пытался делать фарш из бычьего сердца чтоб не мутил воду все равно мутит воду ну если так иногда давать как витаминную подкормку у меня там фарш с крапивою с чесночком просто как хорошую витаминную подкормку хорошо бы раздеться разуться и туда прогулять его я сейчас наверное и сделаю конечно неизвестно 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 что это обещав-кастку можно неизвестно неизвестно на стёкла. Нужно как можно больше обойти это пространство не на одном месте. Она как сито просеивает воду и эти остаются мелкие личинки. Она вот и глубина. Засосала. Очки и тапок потерял. Посмотрим. Ну и этот раз посерьёзнее улов. Зашёл поглубже. Вот. Она вся масса живая. Конечно грязи много, но... Я потом в ванну это всё выложу. А в ванне буду сачком ловить. Грязь осядет на дно. Дома можно будет потом уже в стеклянную банку воды набрать, и через лупу снять. Я вот дурак не догадался сачок сшить, чтобы конец сачка сужался. Чтобы вся эта дафня оставалась на суженном месте. Я сделал квадратную. Вот. Раскивал сколько-то доброта. Вот это в общем дафня свежепойманная. Рыбы будут довольны. Конечно, наверное, больше любят такой живой корм. Конечно. Это природа. Чистый белок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...